ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. 2022 год прямо сходу начал преподносить неприятные сюрпризы российским автовладельцам и тем, кто хочет стать частью этого сообщества. ОСАГО подорожало, цены на бензин ползут вверх, стоимость машин по-прежнему растет, а скоро стоит ожидать и новых санкций за нарушение ПДД. Так Госдума занялась проработкой вопроса о наказании за опасное вождение. Ранее предлагалось наказывать за это штрафом 5000 рублей. Возможно, будет скорректирован и сам термин «опасное вождение». Отдельную уголовную ответственность парламентарии хотят предусмотреть для тех, кто сел за руль пьяным и без прав. Некоторые особо активные депутаты уверяют, что это должно караться конфискацией транспортного средства. Кстати, ГИБДД считает, что за опасное вождение надо лишать прав. Такое мнение высказал один из руководителей ведомства. Правда, он уточнил, что отбирать главный водительский документ следует только при повторном нарушении. Одновременно Госавтоинспекция не может ответить на вопрос, а как будет фиксироваться это самое опасное вождение. Ну, например, резкое торможение без надобности или шашечки. Якобы дорожные камеры пока на это не способны. Трасса 101 Московская госавтоинспекция озвучила главные ошибки водителей, из-за которых в прошлом году на дорогах столицы произошло больше всего автоаварий, в том числе с погибшими и пострадавшими. На первом месте оказалось несоблюдение безопасной дистанции до впереди идущего авто. На втором – несоблюдение очередности проезда. Третье – по распространенности признано нарушение правил проезда переходов. Также в ТОП-5 вошли несоответствие скорости конкретным условиям и неправильное перестроение. Трасса 101 В России собираются продавать еще один китайский компактный кроссовер Jack S4. По сути, это пополнение в семействе конкурентов Hyundai Creta. Оснащаться китаец будет бензиновыми двигателями мощностью 109 либо 136 лошадиных сил. Трансмиссия, механика либо вариатор. Привод только передний. Основным достоинством новинки станет, конечно, цена, где-то в районе 900 тысяч, что на 400 тысяч меньше стартового ценника Креты. Трасса 101 Похожие события, описанные в книжке «Незнайка в солнечном городе», например, о тракторах без трактористов, начинают сбываться. Известная американская компания John Deere представила серийный беспилотный трактор. Управлять им можно через мобильное приложение. Ориентироваться в пространстве техники позволяют несколько стереокамер и различные датчики. Причем разработчики утверждают, что делать беспилотники для сельского хозяйства гораздо дешевле. Они не нуждаются в большом количестве электронных приспособлений, так как не выезжают на дороге общего пользования. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания.